В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Количество вновь заболевших COVID-19 в Ненецком округе практически равняется количеству выздоровевших. 10 человек заболели, 9 выздоровели. Все заболевшие – жители города Наринмара, поселка Фискатели, Красная, Харута и села Кельвиска. 20 ноября – памятная дата в истории Ненецкого округа. В этот день отдают дань памяти воинам олено-транспортных батальонов, сражавшихся за родину в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Северная транспортная компания перешла на межнавигационное расписание. До следующего лета перевозить пассажиров будут сюда на воздушные подушки. Регулярные рейсы в населенные пункты округа возобновятся в первой половине декабря. Пока можно добраться только до Тельвиски. И то не всегда. В Наринмарии во многих населенных пунктах округа разыгрался настоящий шторм. Из-за сильного ветра на крыше дома номер 8 по улице Матросова образовалась парусность, вследствие чего срывало около 40 квадратных метров кровли. Повреждены два автомобиля. Среди пешеходов пострадавших нет. На месте работают спасатели Ненинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Территория дома отцеплена. Также на месте происшествия находится управляющая компания. В городе Наринмаре, поселках Искатели, Тельвиска, Красный, Нельминос, Андик ожидается усиление западного и юго-западного ветра с порывами 19-24 метра в секунду. На побережье Ненинского автономного округа Чижа, Шойна, Бугрино, Индиго с порывами 19-24 метра в секунду. На побережье 16-21 метра в секунду. Местами порывы в районе акватории Чешской губы 30-32 метра в секунду. В Ненинском округе выявлены еще 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. География распространения COVID-19. Город Наринмар, поселки Искатели, Красная, Харута, село Тельвиска. 9 человек выздоровели. Таким образом, по данным на 20 ноября в Ненинском округе от коронавирусной инфекции с подтвержденным ПЦР-исследованием лечатся 108 пациентов, в том числе 15 бессимптомных носителей. В стационаре получают лечение 14 человек, амбулатор на 94 больных. На самоизоляции, на дому и в обсерваторе находятся еще 684 человека. На заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции, оно состоялось 19 ноября, было принято решение временно приостановить работу бассейнов в детских садах округа. Ограничения направлены в том числе и на профилактику распространения ОРВИ. Порог сезонного заболевания острыми респираторными инфекциями в некоторых детских учреждениях превышен. Так, до 23 ноября на карантин закрыт детский сад в поселке Красное. Также решением оперативного штаба снято ограничительное мероприятие на территории Южно-Шапкинского нефтяного месторождения. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией на промысле ликвидирован. Наблюдение за контактными и больными вахтовиками завершено 15 ноября. Все они были обследованы лабораторно. Результаты тестов отрицательные. Напомню, в Ненецком округе работает горячая линия, позвонив на номер которой можно узнать всю необходимую информацию и получить консультацию по вопросам, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. За неделю на горячую линию поступило около 200 звонков. Номера единой горячей линии вы сейчас видите на своих экранах. Звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов. Сегодня важная дата в истории Ненецкого автономного округа. День памяти участников олено-транспортных батальонов. Из Ненецкого округа в годы войны было отправлено пять таких эшелонов. Как добрались до линии фронта и сражались наши земляки, расскажет Любовь Пермякова. По становлению от 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны обязал оленеводов, рыбаков и охотников встать на защиту Родины. К январю 1942-го для Карельского фронта были сформированы три эшелона. Мобилизовали 60 каюров и почти 7 тысяч оленей. Им предстояло пройти путь от Нижней Пёши до Архангельска. Темп движения был задан поистине кавалерийский. Пятьдесят километров в сутки. Шел ноябрь. Месяц большой темноты. Стояли страшные морозы. Выбиваясь из сил, люди и олени шли к фронту. В условиях полного бездорожья эшелонам удавалось пройти по 10-15 километров в день. С помощью оленбатальонов с линии фронта из глубокого тыла противника было вывезено более 10 тысяч раненых. Перевезено 8 тысяч бойцов и 17 тонн боеприпасов. Эвакуировано 162 самолета. Также олени-упряжки в условиях бездорожья использовались для связи. Сегодня подвиг жителей Нинецких тундр не забыт. Курсанты военно-патриотического клуба «Белый медведь» из Нинецкого автономного округа ежегодно проходят на лыжах дорога алинотранспортных батальонов более 400 километров. Вот у нас Нарьенмар. Мы из Нарьенмара выходим. Первый пункт, как правило, Великовисочная. И из Великовисочного до Коткина. Коткина очень большое расстояние до Нижней Пеши. Руководитель клуба «Белый медведь» Василий Терентьев показывает нам на карте путь следования экспедиции. Именно так наши земляки добирались в годы войны к линии фронта. Для большинства из них это был путь в одну сторону. Через Лабожское, Коткино, Нижний Пешу, Снапу, Ому, Вижас, Несь и Мизень. Ну, ни пуха, ни пера, ребята. До 2015 года состав принимали только юноши. Почему? Потому что очень сложные климатические условия. И я придерживался, значит, того выражения у войны не женское лицо. Потому как действительно очень холодно. Сильный ветер – это только часть испытаний. Ребятам порой приходилось ночевать в лесных заброшенных избушках. И даже если деревня была жива, приют не всегда удавалось найти. А получилось так, что мы дошли до Кулы. А Кулы – это когда-то бывшая хорошая большая деревня, так как и в Нахнарном округе некоторые населенные пункты угасают. И когда мы пришли туда, рассчитывали на то, что там есть люди, есть староста, есть глава, который сможет там какое-то помещение выделить для того, чтобы ночевать. Все дома скошены, все развалено. Мы пришли туда как будто в 60-е какие-то годы. Ну и когда увидели, хотя одного человека, свет там горит, зашли туда, говорят, есть вообще семь жильцов, все старики, все пенсионеры. И потом вам ничем не сможем помочь. Ну понятно, что дониживают как бы сторонние люди, они даже не могут пустить себе, да и у них там места нет. В каждом населенном пункте ребята возлагали цветы к воинским мемориалам. Кроме этого, на домах ветеранов Великой Отечественной войны или их родственников устанавливали красные звезды. Завершили путь наследники победы в Рикосихе. Оттуда на фронт наши батальоны уже добирались по железной дороге. В этом году Василий Терентьев и его бойцы из-за коронавируса не смогли совершить марш-бросок. Но к памятнику, установленному в Наринмаре в честь воинов, несмотря на сегодняшнее штормовое предупреждение, уже сходили и возложили вместе с другими жителями цветы. Любовь Перевякова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В социально-гуманитарном колледже прошел демонстрационный экзамен по компетенции «Дошкольное воспитание». В течение трех дней будущие воспитатели демонстрировали свои знания перед экспертами, потенциальными работодателями и социальными партнерами. Спинки выпрямили, ручки положили на коленочки. Хорошо. Практическая часть первого модуля демонстрационного экзамена. Эксперты оценивают подготовку будущих воспитателей по строго установленным критериям. Первая часть экзамена – разработка технологической карты занятия «Речевое развитие с игровой деятельностью». Девушки и студенты волнуются, но стараются не подавать виду, чтобы не испортить впечатление потенциальных будущих коллег. Дается на разработку по времени 2 часа 30 минут. Затем, после того, как они заканчивают разработку, они демонстрируют это занятие. То есть создаются такие условия, где студент проявляет себя как воспитатель. Дети у наших воспитателей будущих – это волонтеры. 113-я группа, будущие воспитатели тоже. То есть они у нас обучаются первый год. Пока у них идут общеобразовательные предметы, на следующий год у них уже будут предметы по специальности. В течение трех дней малыми группами студенты выпускного курса демонстрируют свои знания и навыки. Задания приходят в день экзамена, поэтому все экзаменуемые находятся в равных условиях. В составе второй группы – Эвелина Харина. Девушка выбрала профессию воспитателя, как говорится, по зову сердца. Она планирует стать педагогом дошкольного образования в третьем поколении. Первое задание – это было разработка технологической карты по произведению Асеевой «Волшебное слово». Было немного волнительно, страшно, но справилась на компьютере я довольно-таки быстро. А когда уже пошла сама все это рассказывать, показывать, немножечко переволновалась и что-то где-то перепутала. Но в целом я довольна своим результатом и считаю, что я справилась с заданием. Демонстрационный экзамен – практика ориентированный. Для его проведения в мастерской есть вся необходимая материально-техническая база в соответствии с современными стандартами. Учебные занятия в таких условиях позволяют поднимать уровень квалификации молодых профессионалов еще на этапе обучения. Нам очень радостно, что мы в 2019 году приняли участие в конкурсе грантов в федеральном проекте «Молодые профессионалы» и стали победителями, оказались в числе победителей. Этот грант был направлен на оснащение материально-технической базы в соответствии с требованиями WorldSkills, то есть это мировые стандарты. Мы выиграли грант по направлению «Социальная сфера», и он предполагает четыре мастерских – медицинские и социальные уходы, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах и физическая культура и спорт. Напомню, мастерские, созданные по стандартам WorldSkills, открылись в Социально-гуманитарном колледже в октябре 2020 года. Материально-техническое оснащение организовано в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентоспособности профессионального образования национального проекта образования». Екатерина Дементьева, Антон Выдряков, Телеканал «Север». Северная транспортная компания перешла на межнавигационное расписание. До следующего лета перевозить пассажиров будут сюда на воздушной подушке Василий Самойлов и Полярник. Регулярные рейсы в населенные пункты округа возобновятся в первой половине декабря. Сейчас это сделать невозможно из-за многочисленных торосов на реке Печора. Исключение составляет лишь село Тельвиско. Судно на воздушной подушке ходит в этот населенный пункт с 13 ноября. В этом году выполнять регулярные рейсы в село Тельвиско в межсезонье транспортная компания начала с большим опозданием из-за теплых погодных условий. Отсутствие регулярных перевозок вызвало недовольство у жителей села. Ледостав на реке Печора в связи с частыми оттепелями образовывался очень долго. И к настоящему времени до конца не сформировался. Но на воздушной подушке до Тельвиски и обратно уже добраться можно. Правда, при подходящих погодных условиях. При сильном ветре рейсы не выполняются. Это транспортное средство, оно не предназначено, оно не может в определенный период времени, оно просто не способно ходить. То есть начинается это когда, даже еще когда вода бывает чистая, но уже температура ниже нуля воздуха, то тот туман, брызги, которые она поднимает из-под подушки, эти брызги оседают на поверхности оперения и обледнения. Все, она становится неподвижной. Проблема для северных территорий, в частности для Заполярного района, не нова. В период межнавигационных перевозок она повторяется из года в год. В связи с этим напрашивается вопрос, почему регион приобрел именно эти транспортные средства, и когда решится проблема с перевозкой сельских жителей в межнавигационный период. В то время, когда принималось это решение, это было больше шести лет назад, альтернативных видов транспортных средств не было. Были вот эти так называемые аэролодки, но они были малой пассажировместимости. И вот только года три назад стали выпускаться более пассажировместимые аэролодки, а по моей информации, это еще же регистровые должны быть суда. Под регистр они стали подводиться два года назад. То есть, поэтому сейчас, для того, чтобы как-то эту ситуацию исправить на перспективу, мы на 2021 год район в бюджет вносит деньги на приобретение вот такой аэролодки, пока одной, пассажировместимостью примерно 16-18 человек. Посмотрим, как она себя зарекомендует, потому что вот эти частные лодки, мы на них пробовали ездить, восьмиместные, они ходят неплохо в этих условиях, когда наше судно на воздушной подушке какие-то не может, те лодки ходят. Итак, это аэролодка, смысл которой заключается в том, что главная движущая сила – это двигатели с винтом или вентилятором. И она двигает саму конструкцию на специализированных баллонах. Все баллоны защищены специальной чешуей, у которой толщина 5 миллиметров от различных ледяных торосов, от каких-то преград и так далее. Заполярный район планируют приобрести аэролодку на 16 посадочных мест. Выполнять рейсы судно будет не только в Тельвиску, но и в другие населенные пункты. По расписанию уже в следующем году в межнавигационный период. Что касается существующего расписания, то предполагается, что его ожидают коррективы в сторону уменьшения количества рейсов. При напряженном бюджете платить, субсидировать, а это полномочия округа, поэтому субсидируется из окружного бюджета, платить за рейсы, когда нет пассажиров, на первый взгляд, расточительно. Нулевые рейсы – это только в межнавигационный период. А летом у нас не было ни одного нулевого рейса. Даже в этом году, хотя в этом году пассажиропоток в связи с пандемией упал. Но это не только у нас, а везде упал, и на авиаперевозках. Но даже в этом году нулевых рейсов летом у нас не было. В настоящее время окончательное решение об уменьшении количества рейсов в Северной транспортной компании в населенные пункты округа еще не принято. Вопрос находится в стадии совместного рассмотрения Заполярного района и профильного департамента Нинецкого округа. В Нинецком округе проведен учет численности бурого медведя и волка. Все полученные сведения о численности охотничьих ресурсов вносятся в Государственный охотно-хозяйственный реестр и направляются в Минприроды России. На основании этих данных в 2021 году будет установлен лимит добычи бурого медведя. Охота на бурых медведей в Нинецком округе проводится в два этапа. С 1 августа по 30 ноября и с 20 апреля по 20 мая. Разрешение на добычу среди охотников распределяют методом жеребьевки. Мы провели учет численности бурого медведя и волка на территории округа. По бурому медведю учет показал 354 особи. Летом это количество возрастает более чем 875 особи в связи с миграцией сезонной. По волкам у нас небольшая численность 30 особи. Эти данные пойдут в основу при выделении квот на добычу, на лимит добычи бурого медведя и волка на следующий год. В ведомстве приступили и к подготовке зимнего учета пушных животных и птиц. Завершат эту работу в феврале. По информации Департамента природных ресурсов и экологии АПК Нинецкого округа, зимний маршрутный учет численности животных и птиц проводится на территории общедоступных охотничьих угодий каждый год с января по февраль. Обследование выполняется по определенным маршрутам на снегоходной технике. Центр природопользования и охраны окружающей среды произведет просчет следов различных зверей. Это песец, лиса, волк, росомаха, горностай, куница, белка, лось и заяц-беляк. Также сотрудниками Центра предстоит визуально посчитать птиц боровой дичи, глухаря, тетерева, рябчиков и белой куропатки. В марте профильный департамент обработает данные, результаты которых направят в Министерство природных ресурсов и экологии. На основе полученной информации Минприроды утверждает региону лимит на добычу охотничьих ресурсов. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.